Уведомляем вас, что местоположение гвардии лейтенанта военного Артура Асановича на данный момент неизвестно. Фактически гвардии лейтенанта военного Артура Асанович безвестно отсутствует. Я ищу сына, и я уверена, что он жив, потому что душа моя спокойна, она не рвется из груди от безысходности, что что-то произошло нехорошее. Каждый день 24 на 7 я пишу письма во всей структуре, начиная от Министерства обороны, заканчивая всеми поисковыми группами, которые на сегодняшний день занимаются помощью родственникам пропавших военнослужащих. Потому что пропавших военнослужащих, особенно угледарское направление, ищет полстраны и не могут найти. Алло, Верочка, привет. Сегодня войсковая часть на тебя не выходили, никто? Кто-нибудь из этих? Никто вообще не... Сегодня утром мне позвонили тоже из комитета российского Красного Креста. Мне пока сказали, что сведений по поводу моего сына никаких нет на данном этапе. Знаешь, Оля, уже рассказывают, тут у одной мамы вообще такой психологический, видимо, срыв был. Ее псих в больницу, я говорю, ну недалеко, вот я уже чувствую иногда, что у меня что-то с головой вообще происходит. Я говорю, Господи, хоть подождаться, я говорю, и вот с ума просто не зайти, просто с ума не зайти. Три месяца. Три месяца, да. Ровно, ровно три месяца, хорошо. Перед вылетом по военным округам мой сын закончил в 20 лет. Кому-то 21, кому-то 20. Ну да, не больше. Никто не думал, что будет то, что произошло 24 февраля 2022 года. Никто об этом не думал. Ему делали кучу операций по извлечению осколков со всего тела. У него ноги были обморожены до колена, шесть ребер поломаны, два из них со смещением, два прострела огнестрельных, тяжелое радиационное облучение, так как они первое время находились на охране Чернобыльской зоны. В позвоночнике у него очень-очень-очень много мелких, очень мелких осколков, которые в поясничной зоне, которые вынуть нельзя никогда. 15 июня он прилетел домой, Геленджик. Ну, мать естественно, что приходится утром, он спит, кричать он ничего не кричал, именно конкретно ни фамилии, ни позывные, ничего не назвал, именно стоны. После отпуска он вернулся в воинскую часть, комиссия военно-врачебная поставила идеальную категорию, совершенно здоров. Мам, все будет хорошо, я тебя люблю. Не волнуйся, все будет хорошо. Давай, пожалуйста, не волнуйся. Как-то так. Я же не знаю, что сказать. Они поехали на эвакуацию, их отправили. Командир батальона, на эвакуацию, так называется, забирать. 200-300. Ну вот, они забрали ребят, разворачивались на БМП. и произошел взрыв. То ли их подбили, то ли они наехали на мину. Потом проходит какое-то время, мне показывают видео, где я вижу настоящую картину той ситуации, которая произошла там. Сказали, вот видишь, да? Твой сын и еще несколько человек. Много. Ну, человек 8-9 точно. Они спрыгнули из подбитого БМП и стали уходить, отстреливаясь. Я прямо узнала сына, потому что мы знаем, как он ходит, как он бегает. И у него амуниция была отличной от всех. Потому что мы закупали всю амуницию, всю свои личные деньги. Просто где он, я не знаю. и, не знаю, пока не нашла выход, не нашла ту дверь, в которую мне надо постучаться и открыть, чтобы она открылась. В 10-м классе он принял решение поступать в летное училище. На крайнем этапе зарубили просто и зарубили. Мне озвучили определенную сумму. Этой суммы у меня не было. и, соответственно, я нашла альтернативу летному училищу. И мы сдали документы в военный учебный центр Краснодарского аграрного университета. Ощущения войны в городе не было. Нет, местное население не думало о делах наших насущных. Люди, которых это все не коснулось в нашем городе, эту тему они поднимать не желают, обсуждать ее они не желают. Им это совершенно неинтересно. Вся страна оказывает пассивную поддержку жителям Долгородского приграничного... Смотрю новости о том, что происходит в Курске, Брянске, Велгородь, а о наших информации так никакой и нет. Надо сдать анализ на исследование ДНК. Этот анализ отбирают у каждого родственника, если у военнослужащего родственники есть. Я обязана это сделать для самой себя, чтобы понять, что в морге города Ростова-на-Дону моего сына нет. Во все структуры я уже обратилась за эти три месяца, и пока ниоткуда помощи я не получила. И у меня есть такое мнение, пришла к решению, что надо получить загранпаспорт и готовить себя на поездку в Украину. Естественно, я все понимаю, как может происходить эта поездка. Это очень опасно. Тем более, дорога неизвестная. И там война. Да, мне страшно. Да, мне непонятно, как я это должна сделать. Но я это должна сделать любыми путями, потому что все другие возможности уже использованы. Сегодня вечером у меня будет поездка в Ростов. Там я буду встречаться еще с одной матерью, которая находится в поисках своего сына уже более года. Он срочник. Пропал в 22-м году. Практически сразу после возникновения СВО. Ирина уже была в 22-м году на территории Украины. Но мы с ней обсудим эту тему. Я посоветую с ней, каким образом она это делала. Моя личная тема поговорить с ней воочию на предмет, каким образом она в прошлом году была на территории, где проводится СВО. С чем это сопряжено? Потому что 22-й год это одна история, 23-й год это совершенно другая история в рамках проводимых мероприятий на территории СВО. Все это сопряжено с очень сложными законодательными мероприятиями, еще и пересечением границы между Россией и Украиной. Это сопряжено с уголовными последствиями. Поэтому, если есть вероятность на сегодняшний день, то эту тему я просто хочу обсудить. Что она скажет, к какому мнению мы сможем в беседе с ней прийти. О, Ирочка, привет, привет. Разбудила? Разбудила, да? Завтра во сколько мы встретимся? Ну да, конечно. Ну давай-то спокойной ночи тоже падаю, засыпаю. Ага, все. Давай, ага, пока, до утра. По каждую Ирину зашла на рынок посмотреть что-нибудь для Артура. Если вот парень прилетит, мой сын, и надо будет одеть в летний, естественно, только спортивный стиль. Футболка, шорты. Футболки, футболки от полтора тысячи начинаются до двух пиццов. Девочки, зайдите пальто, куртки. Девочки, слава и красавица. А, Ирочка, привет. Ой, слава богу, дождалась тебя. Я... Ты сидишь с белой сумкой? А, да. Да. А, ой, привет, привет, привет. Ой, привет, привет, привет. Да, да. Ну, наконец-то встретились. Господи, сколько времени. И где? Да, и где, да. В Ростове. Господи, в Ростове, батюшке, в Оленьком. Привет, привет. Горе матери. Ой, мы горе матери. Господи, я сегодня так нервничала, так нервничала. Ты не представляешь. Знаешь, я хотела, что у тебя спросить, вот, какой-то способ поехать туда? На Украину? Нет, ну, у меня за задачей это стоит. Все в визе, через ЕС. У меня все есть, как надо туда попасть, что нужно для этого. Единственное, нужно подтверждение с украинской стороны. А они нам пока такого подтверждения не дают. Как бы до ноября месяца в прошлом году они еще приглашали, а на самом деле приехать невозможно. Говорят, что приезжайте, мы готовы с вами, со всеми встречаться. То есть, другими словами, они не отказывают, как бы, да? Ну, они пишут везде, говорят, что приезжайте, да. Приехать туда невозможно. А регламент не выстроен, да? Да, получается так. Уже не знаю, куда бежать, кому кричать, куда стучать. Мысли роятся в голове. Пытаюсь их останавливать, успокаивать. Многие мамочки, может быть, скоперировались каким-то образом и, может быть, нашли бы какой-то способ поехать туда. И других альтернативных вариантов в принципе нет, да, на данный момент. Есть одна альтернатива. Прекратите СВО и найти всех своих детей. Вырастила сына, выучила, проводила в армию. И еще второй год. Второй год еще. Не могу найти ни живым, ни погибшим. Начинаю с июля того года, 2022-го. Я не вылезаю из Ростова. Я каждый день ходила в морг, как на работу. Сама нашла. Сама нашла, нашла погибших, нашла родителей. Так это больше 100 человек. Это я, мама. Я своего сына ищу. С Богом, Господи, благослови нас. Мы найдем наших мальчишек. Я бы не плачу, я тебя прошу. Пожалуйста, я не остановлюсь. Будь проклята эта война. Ненавижу. Будь прокляты все те, кто это сделал. Кто это затеял. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok